коллеги всем привет на связи халеба евгений мой канал посвящен финансовым рынкам и это еженедельные и еженедельное видео с моими прогнозами финансовых рынков на следующую неделю и так в этом выпуске мы узнаем о чем говорят первые данные по экономике в сша в сентябре обзор заседания фрс и денежный рынок что с ним происходит что происходило с ожидаемой инфляции с очень важным показателем на котором я акцентирую свое внимание и ваши в том числе ну как всегда оценка аппетита к риску и много по рынкам будет анализ доллара нефти газа и так далее так далее также я покажу свои сделки и ожидания на следующую неделю в блоке с итогами прежде чем приступить к анализу давайте хочу вас призвать до подписывайтесь на мой канал если он вам нравится конечно же ставьте лайки комментируйте задавайте мне вопросы я буду отвечать по мере возможности отвечаю всем в комментариях на самые интересные актуальные вопросы я отвечаю видео формате чтобы было полезно всем также на моем канале есть новый новый плейлист это плейлист с еженедельными итогами по рынку нефти и также я добавил новый плейлист это разговоры с коллегами да там пока первое видео с владимиром левченко мы поговорили на подходе будет еще с эриком нейманом и так далее так далее то есть я буду его наполнять по мере возможности я надеюсь что мой канал вам полезен моя деятельность для вас ценно я всем благодарен за ваше участие за то что вы меня смотрите спасибо всем и так давайте приступим по традиции первым делом мы переходим к блоку с макроэкономикой поехали итак вы видите перед собой экран моего монитора это моя лента моего чата моего вернее телеграм-канала если вам если вы интересуетесь финн рынками добро пожаловать в мой телеграм здесь много оперативной информации итак мы приступаем с первых данных которые прилетели за сентябрь это самые свежие данные к ним относится деловой цикл в сентябре по имперскому штату так называемый имперский штат это штат нью-йорк потому что там сосредоточены много промышленности много финн учреждений уолл-стрит и так далее там и так так что мы видим на самом деле рост рост наблюдается в сентябре по кондиции да то есть это общий показатель делового цикла в штате нью-йорк и мы видим что в сентябре он подрост да у нас изменения на 13 3 пункта и мы обновили данные мы подошли к уровням начала лета в принципе это очень даже неплохо новые ордера также попаду подрастают цены производителей и отпускные цены у нас продолжают растет и на удивление не отреагировала неожидаемая инфляция не ставки десятилеточек да то есть в принципе идет и уже идет рост сцены мы это видим и я покажу вам далее по инфляции данные ну в общем то пока что рынок не реагирует на рост цен не верит в дальнейший рост инфляции number of implies да это количество трудоустроенных здесь плато да то есть у нас рынок труда замедлился в целом по август по сентябрю данные даже очень неплохие мы можем кстати сразу перейти к данным по ожидания по мичигану вышли тоже си это предварительные данные по сентябрю обратите внимание что ожидаемая инфляция в следующем году ожидания упали по инфляции 27 процентов было 31 там 3 до в начале лета и в и в августе месяце мысли это ударило это именно членов фрс своих комментариях когда упоминали ожидаемую инфляцию они они указывали на то что она очень низкая и видимо это и создала самозабывающийся прогноз на то есть риторика центрального банка фрс до ударила позже дамой инфляции на мой взгляд зря так такой негатив в сентябре но уточнить стоит что это предварительная данная поэтому они могут измениться в целом ожидания настроения и текущие условия оценки по текущим условиям у потребителей очень даже хорошие обратите внимание что у нас все показатели резко выросли и даже выше чем это было в начале лета очень позитивно на мой взгляд в текущих условиях понятно что мы остаемся гораздо ниже чем это было в начале года но тем не менее для текущих условий это уже хорошо что мы не падаем розничные продажи в августе обратите внимание что это все в телеграме происходит да то есть это вся вся информация идет актуальна розничные продажи в августе у нас сейчас я вам скажу во-первых пересмотрели ожидания в июле в сторону понижения и также розничные продажи вышли хуже чем ожидание ожидаемые были данные в принципе они слабоваты по августу вот я уточняю да вот у нас по и по июлю были там 5 и 5 да вот показатели там относительно в том да да это теперь пересмотрели в худшую сторону ну и в принципе данные вот я написал что данные вышли хуже чем ожидаемые данные поэтому розничные продажи за август огорчили немножко и то что происходит сейчас с продажами индекс ридбук да у нас вот на нижней картинке самая быстрая данная не еженедельная и мы в годовом выражении снова нырнули под ноль то есть продажи в родничных сетях сократились относительно прошлого года но здесь примерно там 1 7 процента если не ошибку плюс-минус ближе к двум то есть у нас на самом деле текущие условия которые сейчас происходят в штатах ну и верхняя картинка новая заявки по по безработице ожидали 850 вышло 860 тысяч новых заявок в принципе замедление снижение продолжается но замедляется этот этот это динамика да я так но я могу оценить это как ухудшение да то есть локально есть небольшой негатив который и давлеет несмотря на то что мы видели по поводу имперского штата и мичигана да в принципе текущее положение не очень да то есть мы мы еще подождем что скажет мичиган в официальных данных конечных данных так также у нас ситуация ухудшается так же у нас это новые заявки на строительство рыжая линия линейные показатели синяя линия там макдак на рыжую да у нас линейно тоже сократили ожидали сильный рост не сильно дальнейший рост новых заявок на строительство домов но немножко разочаровал рынок разочаровали данные и вышли хуже хуже даже чем в прошлых месяц и чем в июле это данные за август то есть только начинает замедляться но рано еще говорить о замедлении это конечно такой локальная недельная локальный спад по месяцу по после крупного роста то есть это может такая там там плюс-минус коррекция до этого показателя посмотрим что будет в следующем месяце но тем не менее позитив со стороны стройки подубавился и это и это тоже плохо на самом деле то есть мы видим в августе данные были слабоваты по по всем направлениям но и текущие данные если не считать имперского штата в принципе так же слабоваты остаются давайте посмотрим инфляция да то что я вам и говорил инфляция в августе в сша бирюзовая линия вы обратите внимание что в годовом но от года к году да это это себя это индекс потребительских цен он резко вырос да и находится значительно выше рынка до белой линии то есть инфляция в штатах начинает рост пока пока это не инфляция предложения до инфляция спроса видимая отложенный спрос да и так далее реагирует на ну понятное дело что еще высокий уровень цен на нефть относительно до был в августе что поддерживало цены на энергетику плюс рост цен на газ на пшеницу на медь то есть я так думаю что вот это и создала инфляционное давление пока что нельзя сказать что у нас по полноценный рост и инфляция идет нам надо подождать что будет со спросом и самое главное как будет расширяться рынок труда вот на мой взгляд рынок труда несет в себе наибольший риск для того чтобы инфляция начала расти обратите внимание что остальные страны ведущие да это вот англия великобритания зеленая биржевая это евро ну и швейцария остается у нас в плоской на полочке в дефляционной зоне есть перешел в дефляцию япония и новая зеландия остаются ну тоже слабенькими да то есть но близко к дефляционной зоне но и в целом до уровень цен по развитым странам белая линия мы подходим к нулю то есть мир в дефляции на самом деле вот это вот очень плохо поскольку это отображает низкий спрос в мировой экономике и то что вы начали снижаться после локального пика в конце июля да но в июле месяца да это конечно чревато коллапсом на рынке товаров чревато плохими ожиданиями ухудшающимися ожиданиями потребителей по по всем мире до развитом мире то есть на мой взгляд это конечно история очень плохая про белую линию давайте давайте мы теперь посмотрим на на денежный рынок что у нас там происходит денежный рынок у нас немножко вырос баланс фрс на текущей неделе но так было незначительно и обратите внимание что мы в плоской динамике спрос на кредиты на напрямую аккредитование федеральной резервной системы тоже сокращается любопытно у нас в балансе находится показатель абсорбции да то есть у нас красная линия это репо для нерезидента спрос на долларе со стороны нерезидентов да он продолжает падать и это на самом деле круто потому что это снижает давление на доллар зеленая линия это вложение во взаимные фонды инвестирующие на денежном рынке они также снижаются и продолжают снижаться но в противовес растет счет казначейства и на прошлой неделе 112 тысяч по моему стоит сто двадцать миллиардов долларов снова ливануло одно осталось данным на счете казначейства но на самом деле если рассуждать по метрикам да по цифрам то они в балансе снижение этого показателя этого уравновешиваться этим даже не не небольшой есть профицитик 100 миллиардов то есть снижение двух этих показателей совокупно нет не просто компенсирует а создают еще избыток то есть это хорошо у нас м2 продолжает рост м2 у нас растет вот на счете казначейства и на притоке в депозиты м2 продолжает рост то есть у нас он опять обновил и исторический пик прибавив около там 120 миллиардов за вы за последнюю неделю ставочки у нас продолжают на находиться в неком балансе это очень хорошо не и никакого давления на самом деле не наблюдается ну и ввиду этого у нас риторика фрс достаточно мягкая мы увидели заседания на заседании фрс об этом я скажу чуть позже ожидания фрс прогнозы на следующие годы до снижен снижена санса к сакаса к сокращению ввп относительно июньского заседания до 37 с не снижение в 2020 но и сократили темпы роста следующими последующим годах да также улучшили прогнозы по занятости и уверить у улучшились ожидания по инфляции но это логично если рост увеличивается дата значит рост укрепляется рынок труда значит у нас будет все окей вот ожидается на ближайшие три года ставка низкая сейчас я об этом скажу в резюме но в общем-то по рынку на самом деле это и все давайте небольшой резюме да у нас прошло заседание фрс что мы на нем увидели дано на заседании мы увидели что риторика остается мягкая и и продолжается выкупа актива в полном объеме по плану то есть то что он не выкупается сейчас мы это видим по плоской динамике балансов фрс говорит о том что нету спроса да то есть у нас в принципе нету то есть нету этих дырках которые были ран ранее и дал долговой рынок сбалансировался то есть больше не требуется выкуп фрс который они предоставляли ранее также мы мы видели пару недель назад был всплеск выкупа именно долгового рынка обеспеченного ипотекой это на мой взгляд было сразу после было какое-то событие на на рынке строительства да и вот по после этого слили эти все бумаги и их выкупили то есть на мой взгляд сейчас рынок денежных балансе и это позволяет фрс лавировать да и не напрягать участников рынка что они сделали то есть в принципе разговоры были нейтральные все было спокойно все те опасения по по поводу ковид остаются ну в принципе те же речи были кстати и у банка англии и банка японии тоже все без изменений все 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 продолжается так как было так она остается хотя на мой взгляд банку англии пора уже понижать ставку потому что мы видели не одни однократно что ставки по трехмесячным векселян государственным да уже ныряли под ноль то есть на мой взгляд нужно понижать еще ставочку потому что ну и мы увидели что инфляция великобритании замедляется это конечно очень плохо для экономики нужны нужны новая стимула да при при всем при том что у нас джонсон до объявил об ухудшении отношений по брекситу и еще плюс он объявил что третья вторая волна пандемии великобритании уже пришла но нельзя нельзя вводить карантинные нормы потому что у нас экономика не выдержит поэтому и на мой взгляд надо ставку понижать по фррс следующее заседание будет 5 6 ноября сразу после выборов поэтому на мой взгляд это окно которое сейчас есть она негативно для финансовых рынков поскольку мы видим что денежный рынок больше не накачивается новой ликвидностью как это было раньше все в балансе и мы видим что экономические показатели которые поступают час на на рынок по августу они плохие первые показатели по сентябрю у нас более-менее нормальные да мы увидели рост делового цикла в штате нью-йорк и мы увидели рост потребительских ожиданий и перспектив до которые они оценивают но ухудшились данные по инфляции резюме у нас на мой взгляд ситуация немножко ухудшилась чем было летом в мировой экономике это видно по замедлению темпов роста годовой инфляции в штатах это видно по многим показателям как стройка денежный рынок и так далее и так далее то есть макроэкономические риски на мой взгляд вернулись они не не такие плохие как были весной но они хуже чем были летом и это уже хватит для того чтобы рынки задумались и продолжили свои коррекции теперь давайте перейдем на оценку аппетита к риску итак мы перед вы видите перед собой первый слайд это у нас ожидаемая инфляция да то что очень активно вспоминает наши члены фрс мы видим что ожидаемая инфляция снизилась она отошла от пиков до она не снизилась она отошла от пиков на остается высоко тем не менее на мой взгляд если опираться на ожидаемую инфляцию по опросам мичиганского университета что мы обозрели в блоке с макроэкономикой показатель может быть может находиться под давлением поэтому если вдруг начнется снижение этих показателей то это ухудшение явное ухудшение рыночных условий на финн рынке да текущая пока нейтрально но это также плохо поскольку рынки у нас остаются перегретыми я показывал ранее как картинки там где корреляция между ожидаемой инфляцией разными классами активов товары и снижение приведет к снижению финансовых рынков и приведет к росту доллара доллар сейчас на мой взгляд максимально важный показатель для оценки аппетита к риску но мы отдельно его обозрим непосредственно уже в анализе рынков то здесь у нас также небольшой негативчик наблюдается премии за риск у нас желтая линия это совокупно немного подросли но на росте показателя в японии то есть на то что в японии показатель подрос говорит о том что на мой взгляд до снижаются риски и спрос на активы как на защитные активы выраженные в ене сокращается да то есть это хорошо также так такая же история и по швейцарскому франку тем не менее у нас мы остаемся в плоской динамике ничего хорошего в целом нету так следующий слайд это кривая доходности трижерис до в штатах черная линия это средний спред между разными доходностями он остается поджат к нулю по левой шкале да то есть мы ближе к нулю то есть в принципе не выгодно брать в долг на денежном рынке и покупать дальние облигации да то есть этого нету но это должно прийти к при с и аппетитом к риску пока этого не наблюдается ожидания участников рынка это спекулянты по этому спреду немножко начинают подрастать третью неделю но это очень и очень вяло на самом деле то есть я не считаю что этот рост можно оценивать как позитив этот рост можно оценивать как к локальную коррекцию в ожиданиях да то есть это взяты те же показатели что входят в черную линию но фьючерсы да которые торгуются на найсе на на наймексе извините и через сотой я это все скрутил далее у нас динамика ожиданий по защитным активам у нас красная линия это корзина от квартала кварталу по защитным активам да это и на франк трижерис и золото мы немножко сами сокращаемся и обратите внимание что начался сокращаться этот же показатель но опять-таки через соты у нас белый кант синенькая гистограмма начал показатель снижаться и мы уперлись в двенадцати недельную среднюю то есть в квартальную среднюю мы уперлись если мы начнем снижаться то в принципе это можно говорить уже о том что нам начинает наблюдаться начинает тяготеть к риском да пока еще это точно рисков и ничего улиц кон пока не говорит то есть нам надо снизиться желательно вообще под 0 да то есть как вот было восемнадцатом году перед далее у нас мой показатель страха он также начал снижаться это авторская моя модель синяя голубая область белый кант мы начали мы продолжили снижаться и это на самом деле очень хорошо поскольку это указывает на то что рынок приходит к согласованным действиям да то есть у нас рисков и рисков на снижение с np 500 это и продолжит это и видим и подтверждается снижение моего индикатора который на мой взгляд должен снизиться до прямоугольной области да то есть это некие лаи которые были это минимумы там с 2015 года да вот если мы к ним снизимся то в принципе это отсюда можно уже ожидать аппетит к риску рост аппетит к риску и и таким образом там можно будет покупать ассамбе 500 пока этого нет конечно и последний последняя метрика оценки видит к риску это коэффициент мид золота мид конечно сумма сошла мы ее обозрим в рынках она немножко вот под под подросла опять относительно золота и она не снижается в принципе то есть у нас она остается на локальных пиках но конечно нету этого роста который был в шестнадцатом году и пока не не оцениваю что это рост обеда крик риску то есть пока что это большое количество ликвидности заливается на рынок и все классы активов растут одновременно красная линия это доходность 10 летних триджерис пока не расти не начали мы не можем утверждать что у нас пришел риском на финансовые рынки так по рискам по оценке где-то к риску это и все небольшой итог по этому блоку ну мы видим да что все что все показатели у нас пока не пришли к к состоянию при котором можно уже осторожно утверждать что у нас пришел аппетит к риску вырос и на рынке пришел риск он тем не менее первая по поклевочке у нас есть до снижение вложений спекулянтов в защитные активы чуть-чуть сократилась также у нас мой авторский индикатор страха немножко просел да то есть это говорит о том что мы начинаем приходить в себя да и рынок начинает стабилизироваться на новых уровнях и в принципе после этого у нас наступит полноценный риск он который на мой взгляд продлится еще там минимум там два-три года это точно далее мы переходим на оценку рынков это будет сделано через ту призму которую я озвучил то бишь у нас есть макроэкономические показатели которые указывают на локальный небольшой негатив и у нас есть рисков которые продолжаются на рынках через это мы и проанализируем рынки в этом блоге итак мы снова на моем экране монитора и первый слайд это у нас интересная на мой взгляд зависимость между мировой торговли объемами да и ипс да то есть это ипс это доход на акцию то есть у нас все серая область это у нас объемы мировой торговли от года к году и красная линия это ипс также от года к году то есть это по сути фундаментальная оценка s&p 500 то есть это и ип ипс по снг 500 до не по какой-то конкретной акции а средняя по корзине s&p 500 вот мы видим что при снижении объемов торговли снижается конечно же у нас и ипс связано ли это с доходами компаний наверняка да поскольку мировая торговля играет очень большую роль в доходах компании особенно международных компаний до транснациональных компаний поэтому естественно что замедлением мировой торговли это конечно же плохо для всех компаний но также мы знаем что замедление мировой торговли во возможно при замедлении темпов роста экономики то есть в принципе связь может быть и через этот показатель но тут стоит учесть что потекционизм будет ухудшать ситуацию на рынке мировом на рынке мировой торговли и поэтому это плохо сказывается сказывается и скажется конечно же на доходах компаний но опять-таки стоит уточнить что кто сейчас смотрит на этот показатель да когда рынки бурно растут на мой взгляд что это устаревающие показатели которые ранее не были очень важными сейчас наверное они уже не имеют такой ценности как раньше обратите внимание что чистая спекулятивная оппозиция отскочила от лая и начинает расти лой был очень крупный за последние 13 лет мы мы дошли он предсказал до развороты снаби 500 я об этом уже говорил своих предыдущих выпусках но на мой взгляд что для разворота еще время не пришло то есть рынок останется еще в коррекции и наверное она будет длиться аж до выборов скорее всего это будет нервное время на мой взгляд потому что мы уже видим что выборы будут грязные поэтому тут нечего говорить да наверняка это будет все депрессивно скажем так ну и техническая картина на первый взгляд на мой взгляд первая волна которую мы сейчас видим еще не закончилась и она закончится в районе ем о 200 на дневном масштабе 3 120 да вот примерно перестал там плюс-минус да там у нас будет окончание первой волны да потом я думаю что что пойдет коррекция какая-то длительная в октябре месяце потом снова будет депрессия да да то есть на мой взгляд что такое количество денег и обещаний залить еще денег от отложенный спрос и так далее так далее вряд ли позволит упасть сильно рынком да то есть на мой взгляд это будет возможно такая затяжная боковая динамика которая продлится там несколько месяцев но пока рано об этом рассуждать я думаю что на следующей неделе мы можем узреть запросто движение к 3 120 по 8500 мы переходим к индексу доллара и первая картинка вышли данные по ценам импорта и экспорта в штатах и мы можем посчитать условия торговли на август месяц синяя линия это условия торговли в динамике от года к году красная линия это индекс доллара в динамике от года к году уточню индекс доллара здесь торгово взвешенный то есть это не до x это более крупные показатели в него входит примерно 20 валют конкурентов которые взвешены по объемам экспорта в штатах да то есть ну и и скручен таким образом индекс да вот мы его имеем ну он он в динамике это будет идентичен дx он просто другой по мед по цифрам да он то оба показателя нанесены в динамике от года к году ну мы видим связь здесь более чем хорошая конечно это не единственный показатель условия торговли не единственный показатель который предопределяет курс валюты но он-то он очень важный поскольку это спрос на валюту со стороны мировой торговли то есть либо на экспорт либо на импорт ну и мы видим то что в августе мы мы продолжили снижаться по данному показателю это оказывало давление на индекс доллара ну и собственно на мой взгляд фундаментально индекс доллара будет дешеветь дальше но это глобальный прогноз на конечно локально хотелось бы уже коррекции по поскольку я уже и сам поставил стою за доллар да то есть вверх но этот показатель условия торговли синяя линия конечно он вносит свои коррективы до доллар слаб и доллар слаб фундаментально мой моя авторская модель оценки индекса доллара синяя голубая область на верхней картинке но тут наверно слабенько видно но видно да что закруглился лой да то есть уже начинается рост и в принципе это хорошо так как мы уже были на уровне 2019 года по подошли да то есть доллар был сильно перепродан на мой взгляд и он остается таковым на самом деле обратите внимание что на нижней картинке это чистая спекулятивная позиция по dx серая область да и мы обновили лой то есть продолжают спекулянты ставить на продолжение снижения доллара и мы пробили на самом деле уровень с 2010 года по этой позе да вот у нас был лой на 2013 то есть мы на самом деле по этому показателю на десятилетнем минимуме и я считаю что пришло время доллару корректироваться то есть как-то уж больно его перепродали спекулянты да ну и техническая картинка мы пробили трендовую диагонал нисходящую да она была важная поскольку вот одно два касания да то есть вот три касания мы пропилили очень скромно пока все но мы уже начинаем бить ее сверху это очень важно и я думаю что мы можем еще неделю проколбаситься вниз до точки вот этой вода когда мы протестируем и нарисуем что-то подобное на уровень войкова да либо же это головоплечья то есть что-то вот такое разворотное да и это масштабное потому что у нас моего два месяца утрамбовываем это дно да то есть это и говорит о том что коррекция может стать затяжной длительной да то есть это там на полгода условно мы уйдем на коррекцию но пока об этом рано рассуждать это предположение это даже не предположение какие-то фантазии больше да локально нужно развернуться и пройти 94 далее мы встретимся с иема 200 на 96 примерно плюс-минус ну и важный уровень на 97 и 8 это у нас предыдущий крупный максимум рынка который будет пройти на мой взгляд сложно даже может невозможно то поскольку фундаментально доллар доллар слаб я считаю что скорее всего у нас она начнется коррекция боковая которая будет примерно в диапазоне до 0 4 до до 40 процентов всего падения доллара поскольку фундаментально доллар остается слабый это будет на него давить пока думаю на следующей неделе мы либо допилим до конца либо же мы в любую минуту можем развернуться в принципе да далее у нас валютный рынок тоже важный момент то что у нас мы увидели да что у нас идет рост инфляции в штатах относительно других стран других странах в некоторых уже де дефляция некоторые подошли к нулю то есть это это создает уникальные условия на финансовом рынке почему потому что реальная доходности в условиях низких процентных ставок по повсеместно не около нулевыми да создает уникальную ситуацию когда реальная доходность в долларе ушла под ноль да то есть у нас все базовые валюты и активы номинированная в этих валютах активы с фиксированным доходом до вышли примерно на один процент да вот канализ больше одного да вот один процент по и по иене даже иена вышла в плюсовую зону обратите внимание да это данные на август конечно же да то есть мы увидели эти уникальные условия и они давлений на на рынке они присутствуют но вы обратите внимание что в августе доллар перестал падать да то есть он стал в боковик это означает что на мой взгляд доллар технически локально достаточно перепродан и мы видим это по сотам да то есть нам на самом деле его перекупили сильно то есть перепродали его спекулянты и пора нам разворачиваться вот но масштабно еще раз я повторюсь глобально доллар будет дальше слабеть и эти уникальные условия еще продержится это это условие для кэри трейда по сути да на мой взгляд бенефициаром будут ем рынке и евро естественно далее у нас корзина сот по базовым валютам фьючерсы на комикс то есть на найсе вернее на наймаксе простите путаем найс и наймаксе у нас слишком сильно ушли показатели по доллару да то есть до доллары по по австралийцу извините этом сиреневая линия сильно показатель просел почему ну наверное спекулянты его вы выкупили на пробоях может да либо еще чего-то а хэджи это это показатели хэджера да а хэджеры естественно как антагонисты спекулянтов сильно его продали то есть на мой взгляд то же самое с канадцем произошло фунт снова обновил минимумы евро немножко закруглилась внизу тем не менее совокупная позиция по по корзине черная линия обновила минимумы текущие на мой взгляд это явный путь на то что доллар вот-вот развернется что происходило по корзине да на валютном рынке это за неделю что происходило у нас мы видим да что у нас фунт сильно перепродали фунт больше всех перекупленного зеландец и японец выше рынка находится ниже фунт ну остальное все плюс минус на там локально находится в балансах большая корзина у нас фунт просто вынесли и на мой взгляд стоит посмотреть на этот фунт я к сожалению не успел взять я там шут у меня был евро фунта фунта покупка фунта к доллару она у меня была но я ее рано закрыл но я об этом расскажу в конце видео в своих в обзоре своих позиций остальное все пока без изменений япония остается со швейцарией на своих максимумах евро так же там на самом деле визуально все в плоской динамике пора бы развернуться ох переходим к меди меди это боль конечно вообще меди это боль фронтальный спред красная линия резко рванул просто я ожидал что это был медвежий знак но как бы у меня были сомнения что спред формирует 123 да вот зигзаг и на мой взгляд он выполнен этот зигзаг я уверен что если прочертить здесь этот фронтальный канал фронтальный канал да то мы примерно на хай на верхней границе этого канала сейчас находимся в принципе этот рост этого показателя это очень важно для рынка меди что говорит о том что медь локально стало бычья но как бы мы слишком сильно рванули по моему это чересчур но опять таки это бычий сигнал бычий это сто процентов бычий сигнал соты у нас спирита спирита позы спекулянтов остаются на максимумах за 13-15 лет локально мы немножко снизились на прошлой неделе при том что у нас рост меди продолжился но это не это не говорит о том что коррекция сейчас будет да то есть опять-таки опираясь на этот показатель можно сказать что есть риск бычьего рынка и технически до последняя волна которая у нас была мы обновили максимум текущий да вот в пятницу из-за и закрепились подневки то есть мы по сути пробили экстремумы и если верить геометрии да и фрактальным каналам то нас ждет рост примерно в уровне 325 то есть еще на 140 пунктов выше и для меня это будет медвежий бычий и для меня это риск поскольку я помеди медведь но я покажу вам в конце передачи и расскажу что делать собираюсь по меди газ а нет извините это золото золото у нас дела чуть потише микрофон золото у нас продолжает стоять в боковике это у нас экспорт со швейцарии золото об этом я писал неоднократно в своих своем телеграм-канале и у меня есть видео в плейлисте прогнозы по рынку золото но актуально еще этот про прогноз остается на сегодня актуален кому интересно вот подсказочка на это видео можете с удовольствием посмотреть если вы в позициях по этому рынку экспорт у нас подходит к нулю это в годовой динамике от года к году как только мы выйдем выше 0 это будет означать что экспорт со швейцария растет выше чем больше чем в прошлом году и это бычий сигнал для рынка в целом поэтому я считаю что это событие рано или поздно наступит ну и самое главное что мы только что мы только начали расти по рынку золото далее у нас потоки верхняя картинка это чистая спекулятивная позиция нас это она остается очень высокой и она сдуть конечно у нас был рост против этого дела но это это рост был обусловлен ростом спроса именно на физический металл на монеты слитки и так далее пока что этот спрос снизился мы это видим через по потоки в т.ф. американские т.ф. они под нолем то есть идет отток объемов поэтому на мой взгляд что сейчас рынок должен снизиться и сдуть эту позицию то есть я считаю что это обязательно условия для продолжения роста фронт это спреды по серебру сверху и золоту это обратные спреды так устроен этот рынок ну и мы видим до что показатель как по серебру снизился атаки по золоту и мы так и не отыграли на мой взгляд это это снижение то есть я думаю что выход будет вниз и выход вот на мой взгляд вот такой видят многие именно что это один треугольник на мой взгляд этот треугольник в зигзаге до в нисходящем то есть была первая тройка дала троечка и тут у нас вот идет раз-два-три-четыре-пять и мы сделали вот тут двойную вершину тем самым мы дорисовали в волну е5 да вот у нас здесь есть локальный хай и отсюда во нам дорога на 1750 глубокая коррекция достаточно я думаю что но для этого надо пробить вот конечно поддержку которая на 1870 для подтверждения но и если настройка была первая то значит пятерка будет 2 поэтому то есть значит и пятерка будет третье то есть получается что это будет им импульсный путь такой он будет достаточно мощный если мы пройдем выше красной черточки выше 1980 то сценарий полностью отменяется то есть надо будет модель менять однозначно рынок газа удивил многих на этой неделе но не нас да то есть мы в принципе это предсказывали не такое глубокое движение конечно было предсказано но то что его не надо еще брать это это было мной оговорено в прошлом видео я в него не лез слава богу все минус все меня обошло у нас сезонно рост запаса видео да вот в принципе все повторяется сильно не сильно ниже у нас теперь фронтальный спред и мы теперь знаем что это был медвежий сигнал также у нас просто рухнул на дневных графиках ми медвежий спреда у нас она обновил минимум и а лето как когда фьючерс было очень низко ну и в принципе он там сейчас и остается глобальное движение конечно очень глобальная и спред очень низко это говорит о том что пока покупать не стоит ну и на мой взгляд то что позиция соц спекулянтов вышла на максимум и с 2007 года она переписала х и 19 17 годов и 7 года она переписала хай говорит о том что рынок слишком перекуплен спекулянтами и коррекция только начинается на мой взгляд коррекция будет длиться еще ну я так думаю что по общим настроением на фин рынках до выборов она по она продержится но я думаю минимум месяц и ее будут раз торговывать да то есть это будет некий широкий боковик скорее всего на рынке я не заморачивался на тех анализом мы просто ткнулись в уровень 062 я думаю да сейчас будет идти возврат ну и вторая волна снижения может добить до 079 пока я брать ничего не буду я на самом деле наверное даже не буду следить за рынком газа меня сейчас больше волнует валюты иметь рынок нефти подсказку вы видите сейчас на экране это видео которое я выпускаю еженедельно это итоги недели по рынку нефти там обзор физического рынка и в этом видео в последнем был обзор отчетов об и кимин энерго то и мы поэтому кому интересно можете посмотреть так главная картинка из отчета международного энергетического агентства самый совокупный спрос по прогнозам снизился то есть у нас увеличился дефицит не дефицит а ну да снизился у нас спрос еще больше чем прогнозировалась в августе и июле да то есть мы подошли к прогнозу в мае то есть по 9 миллионов баррелей в этом году не досчитает рынок нефти со стороны спроса далее мой скоринг да у нас немножко углубился в нейтральной зоне ниже чем в том году для чем на прошлой неделе поэтому на мой взгляд как бы ну я думаю на самом деле что рынок нефти будет корректироваться дальше со стороны спредов фронтальных все окей вообще все отлично красная линия исправит а все все растет синхронно это круто на самом деле коррекция была внушительная да она может еще немножко продлиться там но очень незначительно спреды со стороны 100 что думают рынок по поводу будущего спредов спред по бренду вообще дешевеет очень то есть выходят спрейдеры со спреда по бренду очень сильно падает да и полка у нас такая от недели к неделе по спреду по ожиданиям с продаватой да у нас в принципе ничего такого здесь за неделю изменилось и большой график до чистая спекулятивная позиция это сета бренд плюс в этой и цен цена бренда у нас красная линия мы видим что мы пробили уровень 2019 года откуда цена росла ну и минимумы у нас 2015 и 16 и здесь же 2012 год минимум в принципе я считаю что мы наверное увидим эти уровни еще да то есть мы пробили такую первую важную точку теперь мы отправимся вот на самое самое лаги да и вот там вот уже рынок будет разворачиваться то есть я думаю что у нас продолжится коррекция вниз по рынку нефти и какая бешеная раскорреляция до расхождение между металлами и нефтью металлы из-за медиа обновили максимум и нефть остается ниже да и это все уже длится около месяца если не больше но это раскорреляция 3 перекупили металлы на мой взгляд конечно очень сильно здесь конечно была обратная история и после этого нефть упала вот на мой взгляд сейчас еще будет некая коррекция надо будет за ней следить и возможно это будет лой по рынку нефти последняя картинка по нефти и по рынкам это у нас опционы ближний ближняя серия это ноябрьская серия экспирация в октябре плюс-минус через месяц обратили внимание в пятницу какой был объем на путах да то есть в дворов в два страна раза больше был путал было куплено чем колов основные страйки были 36 35 ну и 39 тоже был важно но в целом по серии у нас все все равно превалирует колы пока еще на немножко буквально да то есть можно сказать сказать что мы сейчас паритете плюс-минус по соотношении под колоратью но на пятницу у нас был хороший спрос на путах что да это все это последнее видео последний слайд был ну что же давайте теперь перейдем к итогам до готовым перейдем к итогам блок по итогам и так общий вывода что мы видим мы видим что в августе ситуация в макроэкономике ухудшилась да и в сентябре она продолжает находиться в неопределенности да конечно это связано с пандемией важно то что показатели оценки аппетита к риску у нас не показаны транслируют нам риском да то есть это важно техническая картинка по всем рынкам на мой взгляд носит медвежий характер то что у нас перед перепродан спекулянтами доллар это очень важно поскольку я думаю что на этот раз уровни уже важная по перепроданности и доллар имеет шансы раз развернуться восходящую коррекцию что окажет негативное влияние на все финансовые рынки то есть на мой взгляд s&p 500 имеет золото нефть газ все это будет под давлением из-за роста из-за коррекции доллара что стоит сказать по ну мы видели да что в принципе все по всем важным товаром да там газ нефть и медь есть медвежьи сигналы по меди конечно мы увидели что мы вышли максимума если это не ложный пробой да и мы не зайдем на следующей неделе обратно в канал да и не начнем снижение то следующая неделя может быть под бычьим напором также это согласуется с тем что я ожидаю что следующая неделя может по доллару еще быть коррекционная вниз да то есть там у нас есть такая точечка на девяносто и пять пунктов по dx откуда на мой взгляд начнется уже рост с высокой вероятностью если это будет происходить то конечно доллар и то есть медь может опал получить поддержку золото в принципе на мой взгляд уже вышла из треугольника и если мы не пройдем тысячи тысяча девятьсот восемьдесят той путь ему будет достаточно глубокий по нефти на мой взгляд уже сделана коррекция вверх я думаю там плюс минус еще остается немножко и оттуда вот тоже мы увидим нисходящую коррекцию давайте мои позиции я особо там не ничего не делал такого большого мои позиции мои позиции сейчас мы сделаем покрупнее я хорошо что я высидел по новозеландцу австралийцу у меня даже плюс очки из хорошего я еще подержусь немножко подержусь хотел было ее крыть ну так в целом я раскрыл свои спреды по опционам меня плюсует там золото было вон кастовалась эта старая попасть позиции и все позы которые у меня были немного сейчас у меня позиции в принципе я все раскрыл то есть я по закрывал в опционах проданные ноги да то есть оставил тот только купленная путы ли там у меня по канадцу по по меди по австралийцу путы у меня по евро остается то есть я их все оставил теперь они у меня без нет не прикрытая продажными опционами по потому что они уже подешевели максимально да и там и там особо у меня уже риска особо нету пусть она уже так и висит я думаю что это может принести свои плоды ну пока я думаю что это и все по позициям к чему я буду присматриваться я жду шорт по по нефти я однозначно будут один из понедельника вот медь это максимально актуально что сейчас для меня есть медь и долго да то есть у меня вот то что я делаю на это ставки сейчас и я буду увеличивать ставки на шорт меди если она будет расти это нужно будет делать аккуратно тот сценарий который я показал для меня он будет рисковым да то есть это то как я по мере этого по мере реализации этого сценария я буду увеличивать шорты это буду делать через опционы поскольку ну может быть и фьюч да если уже будет но какие-то экстренные цены там да там 325 там и выше да например также я буду увеличивать наверное валютные опционы на лонг доллара по базовым валютам на возле наиболее оптимальные это австралиец потому что он привязан к товарному рынку да если товарный рынок под давлением роста доллара будет снижаться то конечно же канадец австралия получит на их лучший эффект да то есть я думаю что шорт будет именно по канаду австралийцу максимальный да то есть он будет более высокие по объемам чем по евро например да ну и шорт будет у меня естественно по евро то есть сейчас у меня это все все висит опционы до 4 до 7 по моему октября у меня еще действительны то есть я думаю что вот в ближайшие там 10 дней я буду наращивать позы уже на следующие контракты конечно же если до этого не реализуется мой шорт который сейчас текущий по газу я жду ничего не делаю по о пшенице я пока забыл вообще s&p 500 у меня не у меня там есть там на других депозитах есть у меня шорт через и тф-ку нет извините это у меня шорт дл это золото шорт через и тф-ку в общем-то и все что я хотел вам показать в этом выпуске всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки жмите колокольчик чтобы не пропустить выпуск приглашаю всех в свой канал телеграм всем спасибо за внимание до встречи на рынках до встречи на рынках